28 июля в Казанском федеральном университете состоялось заседание с представителями юридического факультета, на котором обсудили образовательную и научную деятельности юридических факультетов российских университетов. Как отметил ректор КФУ Ильшат Гафуров, образовательные программы необходимо регулярно обновлять, чтобы поддерживать их новизну и оставаться прогрессивным высшим учебным заведением. Неоднократно выступая и перед коллективом университета, я говорил, что мы должны научиться делать то, что востребовано обществом. Мир очень быстро меняется, и мы меняемся, и бываем недовольны даже теми результатами, которые в себе ставили буквально несколько времени назад в качестве недостижимых целевых показателей. На заседании выступила директор Института передовых образовательных технологий КФУ Светлана Котенкова. Она предоставила анализ о деятельности юридических факультетов страны, а именно соотношение бюджетных и платных мест, стоимость обучения, качество приема, характеристика образовательных программ, публикационная активность и многое другое. Цель для нас достижима. Значит, нам необходимо усилить свои действия по работе над этими показателями, как репутация работодателя и академическая репутация прежде всего, а не потому что целенаправлены. В завершении заседания выступила и декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина. Она отметила, что такая подробная аналитика, представленная в сравнении с другими вузами страны, помогает определить сильные и слабые стороны своего факультета. Представленные на заседании данные могут послужить в дальнейшем хорошей базой для обновления образовательных программ. Я думаю, что есть необходимость еще раз посмотреть на то, что мы можем с вами сделать лучше, чем другие. Переформатируем ряд своих научных и образовательных контентов так, чтобы мы действительно были лучшим структурным подразделением юридического профиля в составе КФУ. Диана Желенкова, Андрей Богудинов, Универньюс.